Девушки отдыхают Превратят пролеты моста в корабли и отбуксируют их менее чем за двое суток. Однако новаторство связано с риском. Мы балансируем на грани. С обеих сторон в опасной близости находятся два действующих моста. Касаться воды также нельзя. Мега-слом. Исторический мост. В городской агломерации залив Сан-Франциско в Калифорнии преодолевать огромные естественные водные препятствия водителям помогают мосты. Ряд узких бухт, включая, собственно, залив Сан-Франциско. Водоем 19 км в ширину и 96 км в длину. Ежедневно семь больших мостов, перекинутых через заливы, служат переправой 400 тысячам машин. На северо-востоке три расположенных вплотную моста соединяют берега Харкинесского пролива. Все началось именно здесь, в 1927 году. Посередине стоит некогда знаменитый Харкинесский мост. Он был первым большим мостом в районе залива. Во время постройки в 1927 он стал одним из самых длинных автомобильных мостов в мире. 80 лет назад три полосы моста стали спасением для автомобилей. Сегодня этого недостаточно. Ежедневно пролив пересекают 109 тысяч машин. Старый добрый Харкинесский мост не справляется с таким движением, и на его содержание уходит слишком много средств. Мост нужно сносить. Обычно поступают вот так. Но в нашем случае это невозможно. Взрыв может повредить соседние мосты. Восточный расположен всего в 40 метрах, а другой и того ближе. Мост оказался заперт не только с боков, но и снизу. Если хоть один пролет рухнет в пролив, это загрязнит охраняемый ареал обитания птиц, тюленей и весь заказник, где водятся редкие исчезающие виды. Почти все части металлической конструкции покрыты токсичной краской – свинцовым суриком. Решив демонтировать мост в 2005 году, Министерство транспорта Калифорнии объявило конкурс, чтобы найти того, кто сможет снести его должным образом за подходящую цену. Заявки представили пять фирм-подрядчиков. Большинство предложили использовать для демонтажа дорогую плавучую технику. Однако небольшая фирма, Калифорния Инжиниринг Контракторс, выступила с иной идеей. Они планируют демонтировать каждую секцию весом в 630 тонн целиком, опустив ее на тросах на две ожидающие внизу баржи. Каждый пролет превратится в корабль шире авианосца и будет отбуксирован прочь. Этот новаторский подход не применялся никогда ранее. К тому же компания утверждает, что ей хватит 18 миллионов долларов, что на 10 миллионов меньше суммы ближайшего конкурента. Дешевое предложение обеспечивает их работой. Однако, согласно тайному плану, компания заработает еще больше на утилизации. Ден и ночные рабочие вгрызаются в мост. Конструкция содержит где-то 22 тысячи тонн стали и бетона. Переработанная должным образом, одна сталь будет стоить более 2 миллионов долларов. Дэвид Пьер Марини, руководитель проекта, расписывал план работ в течение 8 месяцев. Это почти безотходный проект сноса. На месте мы занимаемся следующим. Разрезаем конструкцию на части подходящего размера, грузим в трейлеры, в разные контейнеры и отправляем прямо на склад металлолома. Рабочие приступают к работе на южном конце моста. Тяжелая техника валит бетонные устои. Изнутри бетон укреплен стальной арматурой. Она тоже отправится на переплавку. Инженер мостовых сооружений Джей Колман знает, что любой кусок стали чего-то стоит. Стальная индустрия уже долго занимается утилизацией. Причиной тому экономика. Дешевле достать сталь из этой старой колонны, а не добывать железо из недр и отливать сталь. Даже каменный балласт размельчат в пыль и применят при строительстве дорог. Мы разбираем мост из стальных ферм. В нем 12 тысяч тонн стали и очень много бетона. Наша задача полностью снести мост. Так что, когда проект будет завершен, здесь не останется и следа. Инженер может только мечтать о такой работе, потому мы этими занялись. Вся сложность заключена на высоте 15 этажей над водой. Подвесные средние пролеты. Благодаря новаторской идее опустить средние пролеты целиком, небольшие команды смогут безопасно и без затруднений разобрать сталь на суше. Если рабочим удастся их снять, они сэкономят еще больше. Каждый пролет длиннее Боинга 747. Высотой с 10-ти этажный дом и весит 635 тонн. Инструкций для такого сноса нет. Это первый в мире случай. Но рабочим пришла в голову смелая мысль. Они выяснят, как собирали мост и проделают обратное. Наброски их решений будут основаны на методах конструирования 80-летней давности. Наша работа очень напоминает процесс строительства моста. Те же физические свойства, та же сила притяжения. В 1927-м рабочие собрали гигантские промежутные пролеты в доке. Затем на баржах их доставили к уже возведенным устоям. Пролеты оснастили блоками с тросами, на концах которых были огромные наполненные песком противовесы. Когда инженеры отпустили противовесы, пролеты превратились в крупнейшие лифты на свете. Меньше чем за час они встали на место. Затем рабочие закрепили пролеты на опорах, и основной этап постройки был завершен. Теоретически, тот же метод сработает и наоборот. Однако в то время к Аркинецкому мосту еще не примыкали другие строения. А вода под ним не была охраняемым заказником. Неизменным осталось одно. От качества работы зависит жизнь. Неточные вычисления могут повлечь катастрофу. Чтобы удачно снять 80-летний мост, потребуется тонкое инженерное мастерство, основанное на точной науке. Для начала, инженеру Джею Колману придется выяснить точный вес пролетов. Если мы все как следует не продумаем, забудем о последовательности, то можем перегрузить конструкцию, и, как понимаете, случится беда. Слишком близко он к двум жизненно важным мостам. Любое наше действие может повредить эти соседние конструкции. Единственный точно известный строителям вес — вес пролетов во время монтажа в 27-м. 635 тонн для каждого. Однако, установив пролеты, сверху соорудили дорогу из бетона и стали. Мы подробно изучаем процесс того, как конструкция строилась изначально. Обратная инженерия — самый легкий путь. Мы хотим повторить успех первого подрядчика 27-го года. Этот метод предполагает, что каркас пролета избавит от бетонного полотна и стальных дорожных опор, вернув ему прежний вес. Рабочий срезает дорогу с помощью тяжелой техники. Ходом работ руководит главный механик Гектор Мацеас. Это напряженный труд. Здесь у нас экскаватор, подъемники, сварочные аппараты, генераторы и компрессоры. Работы ведутся в год, оказавшийся одними из самых дождливых в Калифорнии. За два месяца выпало 825 миллиметров осадков. Дождь льет, как из ведра. Представьте, в один из дней я трижды менял ботинки. Вся обувь закончилась. Непростая работа становится еще опаснее из-за холодного дождя и резкого ветра. И это не единственная проблема Гектора. Дорожное полотно вокруг главного крана снято. Машина оказалась в одиночестве на стальной колонне. Кран будет спускать малогабаритное оборудование, когда пролеты опустят. Однако сам 54-тонный кран спустить не получится. Судьба его решена. Его разрежут, снимут по частям и утилизируются стальным металлом. Это часть плана, и единственный способ справиться с задачей. Дорожного полотна больше нет, и пролеты весят сейчас, как и 80 лет назад. Теперь инженерам точно известно, какой вес требуется опустить. Однако облегченные пролеты теперь не так устойчивы и более подвержены воздействию порывов резкого ветра над заливом Сан-Франциско. Из истории инженерам известно, что неустойчивый мост и шторм — катастрофическое сочетание. 1940 год. Токома, штат Вашингтон. Открытие Токомского моста проходит с чрезвычайной пышностью. Протяженностью больше полутора километров мост был третьим по длине подвесным мостом в мире. Однако несколько месяцев спустя штормовой ветер скорости 18 метров в секунду раскачивает мост. Ветер не стихает, и колебания усиливаются с каждым часом. В конце концов, тросы, поддерживающие полотно, не выдерживают напряжение. Токомский мост обрушивается грудой искореженной стали. Освобожденный от дорожного полотна Каркинесский мост также восприимчив к ветру. В данный момент каждый пролет — всего лишь малоустойчивая конструкция. Инженеры хотят снять пролеты как можно скорее, но начнут только при хорошей погоде. Тогда нам не понадобятся дополнительные расчеты. Пока что руководителю проекта Дэвиду Пьер Марини не везет. Скорость ветра превышает безопасную для спуска — 7 метров в секунду. Мы трижды назначали срок и трижды его переносили. Любая отсрочка повышает шанс того, что на мост обрушится штормовой ветер. Завтрашний прогноз обещает, что скорость ветра будет равна 7 метрам в секунду. Это рубеж и серьезный вызов. Ради проведения работ береговая охрана перекроет пролив. Однако движение судов прекратится всего на двое суток. Здесь проходит важный морской путь, поэтому Дэвиду и коллегам придется уложиться в срок. Дэвид пользуется появившимся окном и отдает приказ снять пролет. С этого момента рабочим придется поторапливаться. они начинают срезать крепление пролета. Чтобы уложиться в расписание, 130-метровая секция должна быть отсоединена и вывешена на тросах к наступлению ночи. Рабочие разрезают толстые рамы автогеном. Эти несущие балки расположены с обеих сторон. Они отправятся прямо на переработку вместе с прочим стальным ломом. За последние годы цена стали невероятно выросла, а у нас ее 12 тысяч тонн. Мы крайне заинтересованы в утилизации этой стали. Сдадим ее на склад лома, ее переплавят и превратят в новую продукцию, которую можно продать на рынке за деньги. Чтобы вся сталь, добытая из моста, оказалась на ближайшем складе в Окленде, грузовикам нужно будет сделать почти тысячу рейсов. Ее продадут предприятиям и превратят во все, что угодно. От игрушек до машин и даже новых мостов. Каркинесский мост обретет новую жизнь. У моста есть будущее, но, как и через него рабочие ощущают и связь с прошлым. Последний раз этот пролет привлекал столько внимания в 1927 году. Он продержался так долго благодаря своей передовой конструкции. Когда инженер Дэвид Стайнман разрабатывал проект моста, ему приходилось учитывать серьезнейшую проблему землетрясение. Землетрясение? Всего за 20 лет до этого одно из сильнейших землетрясений в истории сравняло сам Франциско с землей. Большое землетрясение 1906 года длилось целую минуту, погубив до 3000 человек и превратив город в руины. Стайнман знал, что должен защитить мост от будущих катастроф. Необходимо принять все возможные меры, чтобы как можно лучше предохранить конструкцию от землетрясений. Чтобы части сооружения не рассыпались во время землетрясения, были придуманы гидравлические амортизаторы. Находкой Стайнмана стали гидравлические амортизаторы. Они должны были поглотить любые колебания. Это инженерное открытие опередило свое время на полвека. Демонтаж Каркинесского моста дарит инженеру и исследователю мостов профессору Хасану Астане редкий шанс изучить произведение Стайнмана вплотную. Когда случается землетрясение, опоры начинают качаться. Насколько нам известно, на этом мосту впервые были использованы гасители колебаний и гидравлические домкраты для противодействия сейсмической активности. Вышло, что он описал суть того, чем мы занялись сегодня, 80 лет назад. Он предвидел это. Никто не знал, сработают ли эти амортизаторы. Только в 1989 году они подверглись настоящей проверке. землетрясение Лома Приета набирает 7,1 балла по шкале Рихтера. Расположенный неподалеку Бэй-Бридж выходит из строя. А 62-летний Каркинесский мост остается невредимым. Теперь же все инженерные приемы, использованные при его постройке, применят в обратном направлении. Спустя 8 часов рабочие наконец-то перерезают последнюю несущую балку. Теперь пролет держится четырьмя парами стальных двутавров по одной на каждом углу. К верхней стороне каждого двутавра рабочие крепят домкраты. Их и нижнюю часть пролета соединяет ряд стальных тросов по 19 с каждого угла. Когда домкраты заработают, а двутавры перережут, весящая 635 тонн секция моста будет держаться на одних тросах. Затем домкраты медленно опустят пролет. Натяжение, вызванное целым пролетом, будет огромным. Ни разу еще никто не пытался использовать домкраты для спуска пролета моста. Инженеры знают, что отказ домкрата может привести к катастрофе. наступает время увидеть результат. Рабочие готовы освободить огромный пролет Каркинесского моста и четыре домкрата могут принять вес. Команда готовится к спуску. Руководство принимает Скотт Солдис. Два самых рискованных этапа операции подвесить пролет с помощью подъемников и опустить его прямо на баржи. Часто просыпаешься среди ночи и решаешь в уме, чем нужно заняться на утро. Основная задача на этом этапе следить за тем, чтобы оставался достаточный запас тросов. Займитесь этим все вместе. На этот момент главное расставить людей по местам, не обременяя их лишней информацией. Надеть наушники, расставить по местам и к 7 часам начать спуск. Механик Гек Тормациас должен обеспечить работу подъемников. Тим, не важно какой стороной ты воткнешь вилку. Он будет лично следить за работой домкратов на северной стороне. У нас два независимых пульта на северной и южной стороне. Я буду следить за обеими лебедками на северной стороне. Скотт, ты включил рацию? Да, начинай. Скотт, распоряжается включить подъемники в первый раз. Лебедки медленно натягивают тросы. Наступает решающий момент. Прежде чем подъемники смогут спустить пролет, они должны подтянуть его, чтобы натяжение тросов было сильным. Если во время отсоединения двутавров останется слабина, 635-тонная стальная секция сорвет механизмы. Из-за этого может обрушиться весь мост. Однако слишком резкий подъем при неосоединенных двутаврах также может повлечь к разрушению. подъемники если мы поднимем груз высоко, то возрастет сжатие в элементе конструкции. Домкраты могут сломаться, а вместе с ними и опоры, на которых сейчас держится мост. Все и вся полетит вниз. Похоже, подъемники и тросы приняли вес пролета. Дэвид приказывает разрезать двутавры. Теперь единственный путь вперед это вниз. Точка невозврата пройдена. Как только мы перережем двутавры, и перенесем вес на эти канаты, пути обратно не будет. Придется опускать мост. Перерезан последний двутавр. Теперь вес пролета держит одни тросы. Висит вся 635-тонная секция. Судьба ее зависит от милости ветра. Чтобы успешно опустить пролет, совпасть должны все условия. погода, оборудование, инженерия, течение и прилив. Факторы должны сложиться идеально. Спешка здесь неуместна. Скотт просит операторов лебедок приготовиться. На этот раз им нужно не поднимать пролет, а опускать. судьба проекта и находящихся на мосту зависит от работы подъемников. Гектор, подними на 40 сантиметров и зафиксируй. Сперва поднимаются штоки всех четырех домкратов. Северная сторона 40 сантиметров вверх. Так, остановились, я скоро свяжусь. Затем подкладочной вилкой устанавливают, какая часть подъемника потянет трос. Низ или верхушка. Северная сторона ставим наверх. Теперь, когда шток втянется, тросы должны опустить пролет на 40 сантиметров. Подкладчики на северной стороне на месте. Готовы опускать. Отлично, юки-север опускаем обе стороны. прием, спуск пошел. Теперь, шток опустится на 40 сантиметров и настолько же опустится мост. Плавным движением пролет совершает первый шаг к ждущим его баржам. Похоже на спуск ведра в колодец на веревке. Никаких блоков на длину руки за раз. Буду поднимать обратно. Когда вилки убраны, тросы фиксируются на месте, а подъемники могут подтянуться наверх и повторить процесс. Это очень рутинная процедура. Подъемники движутся с заданным ритмом, мы ставим и снимаем вилки, а канаты опускают мост. Пока что метод работает. Лебедки выдерживают 635 тонн, которые весят пролет. Команда действует по жесткому расписанию. Пролив закрыли только на двое суток. При теперешней скорости только на спуск пролета понадобится 10 часов. А еще предстоит погрузка на баржи. Так всегда бывает. Никаких затруднений, но какая-то мелочь обязательно все испортят. Рабочие не укладываются в график. Внезапно кажется, что двух суток недостаточно. Работаем медленнее, чем рассчитывал Скотт, но мы улучшим производительность. Сначала нужно выровнять этот конец. Вдобавок к малой скорости спуска центральный пролет дает крен. пролет устойчив только относительно вертикальной оси. Если равновесие нарушится, несущие балки треснут от перегрузки и вся конструкция сложится как карточный домик. Такое случалось прежде во время постройки Квебекского моста в 1907. Квебекский мост почти готов. Длина сооружения 270 метров, а вес 18 тысяч тонн. Но тут южная секция обваливается под собственной тяжестью. Когда конструкция разрушается, на ней находятся 86 рабочих, 75 погибают. После трагедии мост восстанавливают 10 лет. Но только лебедки начинают поднимать пролет с воды, вновь приходит беда. В Квебекском мосту один подвесной пролет. Мост рушился дважды. Они почти его построили. Но во время подъема подвесного пролета один из подъемников сломался и вся секция рухнула. Во втором крушении погибли еще 13 рабочих. рабочий опускающий центральный пролет Каркинесского моста сталкиваются с той же смертельной опасностью. Неожиданно сулящий гибель сценарий становится чуть ближе. У нас перекос где-то 20 сантиметров. Западный край ниже восточного на 20 сантиметров. Что-то не так с северо-западным подъемником. Выходит, он каждый раз дает чуть больше перемещения. Нужно установить причину. С каждым сантиметром перекоса пролет теряет устойчивость и становится все ближе к обрушению. Джей приказывает прекратить все работы. Операция остановлена. Пролет ненадежно висит на тросах. Если продолжить, подъемники, опускающие 635-тонную секцию Кракенецкого моста, приведут ее в опасно неустойчивое положение. Один из подъемников сбился с ритма. Эта неисправность может привести к падению пролета в воду, а с ним рухнет и все остальное. Механик Гектор Мациас считает, что нашел выход. Он уверен, что увеличив мощность мотора северо-восточного подъемника, он сможет выровнять скорость спуска и избавиться от крена. Похоже, восточный северо-восточный мотор постоянно отставал на 2,5-1,5 сантиметра, поэтому мы увеличим частоту вращения и посмотрим, как он справится. Гектор, сообщи, когда вставите нижние вилки. Скотт проводит операцию по выравниванию на северо-восточном краю. Сработало. Все опять в норме, но ненадолго. Команду поджидает очередное препятствие. У нас с одной стороны перехлест. На пути к подъемнику тросы переплелись в косу. Пропустить их сквозь механизмы оказывается все труднее, так же, как и расчесать расческой спутанные волосы. Эта помеха может снова остановить всю операцию. Все наши беды от того, что работаем мы на пределе возможного. Находясь в верхушке подъемника, такелажники силятся распутать тросы. Однако перехлест увеличивается с каждым движением лебедок. Гектор, держи на 40 сантиметрах и пошли лупеса к Мэтту. Похоже, ему нужна помощь с подачей троса, они сильно натянулись. Переплетенные тросы невероятно замедляют всю операцию. На такую проблему просто не хватает времени. Грузовые суда ждут запланированного открытия пролива. От этого зависит торговля. однако свисающий пролет непреодолимое препятствие. И тут один из тросов застревает окончательно. Один канат перекрутился и не смог пройти через лебедку. Остается единственный спасительный выход. Руководитель проекта Дэвид Пьер Марини решает перерезать все мешающие тросы. Отсечение каждого несущего вес каната уменьшает право на ошибку. Теперь весь вес пролета ляжет на оставшиеся тросы. Работы ведутся и с наступлением темноты. Затем инженеры решают попытаться снова. Перехлест остается, так что каждый рывок лебедки превращается в муку. рабочие неустанно сражаются со все новыми спутанными канатами. Они отрезают второй трос. Наконец, после 16 часов работ без отдыха, Скотт объявляет перерыв. Люди вернутся в 6. всего после нескольких часов сна. Как себя чувствуешь с утра? Неплохо, а ты? Уставшие рабочие возвращаются, чтобы закончить спуск. 635-тонный пролет висит в 15 метрах от пролива. По команде Скотта Солдиса механики запускают лебедки и пробуют снова. Опять за дело! Наконец-то секция движется плавно и проходят очередные 40 сантиметров. Ход работ изменил второй обрезанный прошлой ночью кабель. Команде возвращается хорошее настроение. к полудню секция почти касается барж. Судя по ходу работ, пролет встанет на место через 45 минут, когда баржи займут позицию и будут готовы его принять. не за горами первый значительный итог операции. Принять руководство готовится Джефф Холфелдер. Осталось пройти еще метра три. Непростая цель Джеффа поймать пролет весящий 635 тонн снизу. Мы тянули соломинки и мне не повезло. Мост отделяет от воды 3 метра и Джефф принимается командовать. Я сообщу Скотта, когда мы приблизимся. Просто предупреждаю, так что продолжайте опускать. Северная сторона, 40 сантиметров. Да, принял. Чак, опускай до конца и опять наверх. Ветер дует куда сильнее, чем прогнозировали. меня немного беспокоят и волны, и ветер. В данный момент все движется, и мы пытаемся... Сейчас и баржа, и мост стоят равно, поэтому мне нужно подойти с этого края, чтобы пролет попал на направляющий. на баржах располагаются особые рамы, способные захватить и удержать секцию. Однако пролет не встанет на место, пока рабочие не отсекут несколько мелких фрагментов. теперь пролет можно закрепить на барже. Скотт, ты меня слышишь? Мы подогнали обе баржи. Давай опустим еще разок или пару раз. Так, опускаемся. Мост передает вес пролета баржам. Впервые за 80 лет он может отдохнуть. Когда мост коснется барж, напряженные тросы станут короче и провиснут, как только перестанет растягивать вес. Кстати, сам мост сдаст назад, напряжение спадет, конструкция ощутимо распрямится. Это также нужно учитывать. Это немаловажный аспект. Никто не знает, что случится. все волнуются. На этой частоте слишком много народу. Так, Гектор, готов опустить? Готов. Отлично, обе стороны вниз, по 40. Нужно попасть в цель. Допустимая погрешность 15 сантиметров. Здесь нужно не промахнуться. С последним рывком секция опускается прямо на баржу. пролет тут же нужно зафиксировать. Никто не хочет, чтобы 635 тонн свободно качали волны. вот вот сейчас всем придется попотеть. Скотт, у тебя копия? Копия. мост мост крепят к барже с помощью подвесной системы особой конструкции. Но даже закрепленный пролет все еще в опасном положении. Наверху он пока привязан к мосту, одновременно находясь во власти быстрых течений пролива. все тросы нужно отрезать и быстро, прежде чем их натянут волны и повлекут обвал моста. Наконец-то ничего не держит пролет сверху. Однако на радость нет времени. Чтобы выйти в залив, баржам предстоит преодолеть почти 6,5 километров по каналу, ширина которого чуть больше самой конструкции. Дэн, это Джефф. Мы готовы отчаливать. Мы готовы отплывать. Огромный пролет Каркинэского моста, закрепленный на двух баржах, превращается в судно шириной более 120 метров, что вдвое шире авианосца. Ну как вы? А любому кораблю нужен капитан. Да, наконец-то. Капитан Дэн Де Форж, опытный лоцман буксиров. Как мы говорим, на 99% работа настоящая скука, а на один полный ужас. С таким судном протиснуться из Каркинэского пролива в канал ведущий к Мэйер Айленд, пройдя 6,5 километров, непросто. Местами для маневров у Дэна будет всего по 6 метров с каждой стороны. Изменения ветра, течения и колебания уровня воды могут легко загнать судно на мель. Я провел несколько часов, изучая активность течений по минутам. Махину будут тянуть два буксира, но Дэн не взойдет на их борт. Особый проект требует особых методов. Нужно занять место, откуда видно, что происходит. Чем выше сидишь, тем дальше глядишь. капитанский мостик расположен на высоте 10 этажей на верхушке пролета. Все ждут, пока Дэн заберется на жердочку. Он садится ровно посередине пролета, видит всю конструкцию и координирует действия обоих буксиров тянущих мост. Он знает эти воды и течения, как и остальные. Моя главная слабость, я всегда жду, когда мне доверят дирижерскую палочку. А когда я ее беру, мне нужно, чтобы соблюдалось радио молчания. Первое испытание Дэна — увезти отделенный пролет прочь от двух соседних мостов. Баржа снимается с якоря, и Дэн командует. Я присматриваюсь ко всему, определяю, куда нас толкает ветер, куда нас толкает течение, а потом связываюсь с буксиром и говорю «Средний вперед!» Медленно самое широкое судно в мире отчаливает. Медленно, но верно вся конструкция приходит в движение. По-моему, большинство от происходящего бьет о зноб. Потому что это происходит. наша крепкая посудина отправляется в первое и последнее свое плавание за 80 лет. Дэну и его команде предстоит провести новый корабль через узкий канал. Если судить по поверхности, места для маневра хватит с избытком. однако под водой канал сужается, оставляя с каждой стороны от барж меньше 6 метров. Дэн не хочет торопиться. Но ему нужно спеть до того, как уровень воды упадет и канал еще больше обмелеет. Проходит два часа и все-таки ему удается протиснуться. Остается единственная трудность постановка вток. Похоже на параллельную парковку, увеличенную во много раз. А еще Дэну приходится управлять сразу двумя буксирами. На мой взгляд, самой сложной частью всего задания стала швартовка баржа. В доке уже стояла баржа, так что нам пришлось пройти над ней. Причем с каждой стороны у нас было метров по 6, не более того. Уверенно и неторопливо пролет оказывается в нужном месте. У них получилось. Рабочие вырезали из моста хрупкую секцию весом 635 тонн, превратили ее в судно и сплавили в безопасный порт для дальнейшего демонтажа. Теперь береговая охрана может открыть морской путь согласно графику. А рабочие наконец-то смогут перевести дыхание. Отличная работа, приятель. Спасибо. Идеальное исполнение. Сегодня радостный день. Думаю, я за это время на год постарел. Теперь, когда пролет оказался на суше, демонтаж и утилизация будут безопаснее и дешевле. Меньше чем через три недели вниз спускают второй пролет. И Дэн отвозит его в то же место без особых задержек. Я очень доволен. Чудесный день. Пусть Киркинесский мост разобран, однако сталь, добытая из великана, продолжит существование. Разобранный, обращенный в лом и переплавленный мост заживет новой жизнью. «Все» «Все» » «Все» Субтитры подогнал «Симон»